Просто не задавали. Живут и живут. Мы же что, жили уже три года в браке, ребенок, есть съемная комната, не голодная, не умирая, голодая, но не умирая, нормальная, обычная жизнь подростков, картошка, макароны, мясо нам присылали, лук, как у всех, ну как у всех деревенских, я так, единственное, что, конечно, свекровь у меня очень мудрая, она всегда говорила Ерику, что помучитесь чуть-чуть, она, ну я-то протест, я не хотела в деревню жить, мы здесь двух глухих аудов, Ваши без аудовушек, да? Глухие прям. Я из Радио Сан-Снежо. Сорян. Сорян. Для меня с гофрой стремится. Отлично. Три тысяч человек живут. Ладно. Почти Нью-Йорк. Представляю, что знаете, где-то, вот чуть-чуть не жил в Лос-Анджелесе. Семьдесят километров от север Елос-Анджелеса. И двух других, не знаю, двух других деревень просто учились в Луке в технику. Нельзя сказать, что мы там университетское образование, в технику мы сошлись раз, раз, поженились, остались, все. И я сказала, я в деревню не вернусь, точно, я не хочу, я вообще не хочу, не хочу, ни за что. Не знаю, есть люди, которые живут, например, в деревенских условиях, и говорят, о, я всю жизнь жил в своем доме, я хочу построить дом. Есть же такие, да, я хочу покупать борт на 40 соток земли, вот это вот. Я наоборот. Я всю жизнь ходила в туалет на улицу, белье вот так стирала, нафиг, мне не охота это было. Никакой деревенской жизни, ни машинки, колонка вот эта, ни света нет, блин, газа нет, эти баллоны разгружаешь, что-то нравится, антикаешки. Нет, у нас так было, я вот так жила, привозили на смену газовые баллоны, надо было с под крыша, и воды никакой не было насоса. В какую-то колонку зальешь, в ковшик воды, вот так стоишь 6 часов, пока ваню наполнишь, пока огород польешь, пока... Ну вот, грустно качался, с детства встать. Я внутри, я вам сейчас рассказываю, почему про родителей, да, это не важно, маленько смотреть, пока опоздуны, опоздуны идут. Я просто точно сказала, жить, ладно, я выйду с тебя жертву, я жить, умирать, как цирк, театр, мы ходили на них снаружи смотреть, потому что внутрь зайти невозможно, денег не было. Вот, и о свекровь она всегда говорила ей, она намучается, сейчас намучается, спесь пройдет, розовые очки снимет и приедите домой. У тебя работа, место, дом, будете жить вместе с нами, все нормально. Она просто не знала, какая я. Она, ну, может быть, любая нормальная женщина ушла, быстрее бы поехала к свекрови, но я, нет, я на кладбище лежала, но очень бы хотела. И можно сейчас, и вот, когда Рада мне задавала эти вопросы, какие планы, мы такие квартиры хотим купить, мы эти балансы купим, вот я так, так, а как вы будете это реализовывать? Ипотеки нет, банки кредита не дают, работы нет, прописки нет, я в декретном, и я такая, не знаю, как-нибудь, ну, как-нибудь, как-нибудь, не знаю. Она сказала, я знаю, как вы будете делать все, что я вам говорю, два года, она уверенно это сказала просто, если вы будете, ну, нет. Если вы будете два года делать то, что я вам говорю, будет у вас жилье. Все. Когда есть задача, вопрос, запрос, потребность, есть четкое решение. Понимаете, про что говорю? Если бы на столу не знаю, может получится, а может...